следующий поединок виктор яковлев красном фрико республика саха якутия и его соперник из москвы айдамир шигалугов который показал сегодня настоящий камбек со счета 10 2 смог он выиграть для виктора яковлева это тоже вторая схватка 1 выиграл за счетом 1-1 айдамир шаги и 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 Добро пожаловать в Казахстан! Пока в разведке и арбитру, наверное, надо будет вмешаться, да, он показывает предупреждение Яковлеву за пассивное ведение поединка. Попытался сейчас за спину пройти Виктор. Первый балл у Шигалугова. Два балла Виктор зарабатывает в этой атаке. Вышли за ковер, за рабочую зону и 2-1 счет за 28 секунд до окончания первого периода. Он даже показывает, что челлендж можно скинуть. Даже 4 балла Виктор, но секунд до этого не поддержал. Говорит, бороться надо. Тоже попытка сейчас атаки. 5 секунд остается. Ваши очки фигурики из Иоланистана в 1-й, 8-й финал с главой мегурьеры до 90-х локарных килограммов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Защищается неплохо Виктор Яковлев... Продолжение следует... Продолжение следует... Равный поединок... Так же как и счет... Без сильного... Без разницы... Без большой разницы... Секундирует нашему борцу... Дарья Сергеевич Игнатьев... И Василий Прохопевич не устроил... Две минуты остается бороться... Пока ведет... Диктор Яковлев... Но мы знаем как в концовке... Кевин Шигалугов... Именно он выиграл... Нашего лидера... Артема Слепцова... Арбитр... Предупреждает... Что нельзя за пальцы... Держать соперника... В ноги проходит... Шигалугов... Ситуация неплохая для Виктора... Чтобы выйти за спину... Виктор Яковлев выходит за спину... И... Счет уже 4-1... И... Попытка... Провести переворот... Не отдать бы ногу... Да... Вот... Вот это да... И... Сейчас... Взять... Да... Это уже... Чистая... Победа... Да... Зачем надо было здесь... Проводить... Еще... Еще одна победа... В концовке... От Айдамира Щигалугова... Снова проигрывал... И... Снова... Такая... Удивительная победа... Я не скажу... Что это была закономерная победа... Наверное... Конечно... Ошибка... Со стороны Яковлева... Именно... То же самое... И про Артема... Наверное... Можно сказать... Последние минуты... Не смог... Удержать... Победу... Выиграл... С большим разрывом... Может... Срочно завершить... Да... И... Нет... Такой уверенности... Что этот парень... Сможет пройти... Финал... Тем более... Что мы видели... Да... Очень сильных... Борцов... Из Дагестана... Сразу... Нескольким... Нашим... Борцам... Может... Остановить... Вот... Смотрим... Повтор... Вот... Накрывает... Соперника... Пытался... Переворот... Накатом... Сделать... Наш... Борец... Но... Попался... Вот... Такой... Коварный... Контрприем... И здесь уже... Уйти от соперника... Не смог... Партере... Чистая победа... Туше... Айвдамир... Шигалугов... И... Следующая пара... В этом весе... Альберт... Тумат... Республика Тува... И... Лев Проломов... Ставропольский край... Туше... Маг 끝�... И... Туше... И... Занил... Туше... ... один... Мон Sortie... Альберт... Туше... Кінець... Магдар... compared... diagnosis... воды... Фety... Кінець... Продолжение следует... Продолжение следует... Поединок у нас развивается... Две минуты истекли и... Счет пока не открыт... Арбитр, да... Ну, один балл Проломову... Предупреждение Томату... Выходит за спину Проломов... Богатырь из Ставрополья... И... 3-0 ведет... Переворот... И уже 7-0... Если сейчас еще пару раз делает... А 7-0 там должно быть... Очень мощный парень... Теперь вперед завершается с этим счетом... Продолжение следует... 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 бросок от саблирова нет добыл свисток видимо да был свисток так что не оценено это действие и даже 30 секунд отчитывает до саблирова удивляется парень кстати да сообщили о том что михаил гирозевич мамешвили прибыл в якутск встретили президента федерации спортивной борьбы по аэропорту министр по физической культуре и спорту петр петрович лент николаевич спиридонов и начальных отделов вольной борьбы федерации спортивной борьбы россии петр петрович и мушанов и директор публиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики сахаи путем михаил дмитриевич пахомов 6 4 вот столько баллов уже успели взять в первом периоде борцы шаргоев встает и 10 секунд в первом периоде еще бороться на Повтор ярких моментов. За минуту успели несколько, по несколько атак провести спортсмены. Вот блестящий бросок борца из Гурятии, вернее из Иркутской области. Соседних регионов. Этот бросок позволил ему надеяться на итоговый успех. 6-4, разница всего в 2 балла. Еще 2 балла и 10-4 саблиров. Идет 2 минуты бороться. Еще бросок тоже на 4 балла. Второй бросок на 4 и 10-8 счет схватки. Да, Шаргоев по мелочам не разменивается. Нет, 2 балла дали, мне кажется, можно было 4-10-6. Идет 2 минуты бороться. И последняя минута. Ну, Шаргоев активнее призывает бороться. Балл даже может дать Шаргоеву. Да, 30 секунд осчитывает оказывается саблирового. И 2 балла забирает. 8-2. Если сейчас переворот сделает, то будет близок он к победе. 2 балла еще. 10-10 счет встречи, но по-прежнему в пользу саблирового. Но мы знаем, что там осчитывается 30 секунд, из которых остается только 10. Если сейчас выдержит Шаргоев, то выходит он победителем. 11-10 будет счет в его пользу. 10-11. Да, вот, 10-11 загорается на табло. Шаргоев выигрывает. И последние секунды схватки. Пытается выйти за спину соперника саблиров. Последние секунды. Получается это у него? Пока нет. А, 2 балла показывает арбитр. Но боковой не согласен с ним. И, видимо, челлендж решит судьбу поединка. 10-11 на табло счет в пользу Шаргоева. Но челлендж сейчас решит исход поединка. Арбитр на ковре показывал 2 балла, но с ним не согласился. И боковой, и, видимо, главный руководитель ковра тоже не согласился. С этим решением. И сейчас арбитры будут решать исход поединка. Мне кажется, там не успел все-таки за отведенное время, последние секунды взять балл саблиров. У нас есть возможность тоже посмотреть. Повтор. Ну, защищается. Ну, по-моему, нет здесь. Но решат арбитры. В общем, квалифицированные специалисты у нас работают. Олимпийской категории. Так что сомнений нет, что будет исход справедливо решен. После этой схватки ждем две встречи с участием борцов из Якутии. Эдуард Попов против Эльдара Ахмадудинова. И Юлиан Григорьев-Хост против Сади Ибрагимова. Эльдар из Дагестана. Сади из Красноярска. Ну и другие схватки пройдут. В этой весовой категории. Каждый. Как и предполагалось, челлендж проигран. И выигран и выигрывает Максим Шаргоев из Иркутска. 12-10. Сейчас его в пользу. Максим Шаргоев из Иркутска. Да, у нас такой сложный выбор будет после этой схватки, после схватки Эдуарда Попова и Эльдара Ахмаду Дудинова. На центральном ковре выйдет бороться Владимир Баяновский, на которого мы обязательно должны посмотреть. Он встречается с Маратом Фадзаевым. Тоже одна из центральных встреч весовой категории до 70 кг. Тем более, что остался один Владимир Баяновский в этом весе. Имеется в виду из республики Саха, Якутия, из сборной команды организаторов турнира. Ждем мы, видимо, арбитра. Ахмаду Дудинова. Ахмад Удинов бросается в ноги. Хорошо защищается Попов. Ну и здесь один балл отдаёт всё-таки. Один балл Ахмад Удинов. Эдуард Попов в предыдущей схватке очень неплохую борьбу показал. Ахмад Удинов довольно содержательную. Но, конечно, опыта видно, что не очень много. Молодой совсем парень. 5 лет 20. Тоже представитель Чуропчинской спортивной школы. И снова проходит в ноги Ахмад Удинов. Видимо, такой фирменный его проход. И уже тут достаточно уверенно забирает 2 балла. 3-0 Ахмад Удинов. Могу. Могу. Готов. Готов. И он говорит. Готов. И все будет. Готов. И все будет. Спасибо. 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 Уже не упустит свою победу Ахмад Уйдинов. 11-0 в пользу борца из Дагестана. Уверенная победа Эльдара Ахмад Уйдинова. Ну, мы сейчас вследствие того, что очень быстро завершилась схватка, наверное, посмотрим первый период схватки Юлиана Григорьева с Саидом Асади Ибрагимовым из Красноярска, а затем перейдем на центральный ковер. Куда выйдет Владимир Бояновский. Да, и к нашему разговору, к нашей трансляции подключается Салтан Сергеевич Засеев. Первый день мы чуть-чуть попозже подведем итоги, да, пока посмотрим схватку. Еще одна схватка весовой категории до 61 килограмма с участием борца из нашей республики Юлиан Григорьев в красном трико и его соперник Саиди Ибрагимов из Красноярска. Салтан Сергеевич. Я вовремя подоспел, как раз вот хотел эту схватку посмотреть, но я думаю, здесь шансы у нас больше у Красного. Ну, они оба прошли предварительно перед этой схваткой, хорошо боролись. Но это уже опасное положение. Да, может взять сейчас промокаску, да, что он называется. Да, 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 да. Но пока ничего не дают арбитры. Поднимают даже, да? Ну, я думаю, Григорий выиграет, должен выиграть эту встречу. Ну, один из лидеров нашей команды в этом весе. Очень обидно проиграл, конечно, Артем Слепцов, если бы вам удалось увидеть. Увидеть 10-2 выигрывал наш борец. Да, это, конечно, трагедия для него, для борца, отождиность встречу выиграла. Юлиан Григорьев выходит за спину соперника и дорабатывает два балла. Тоже он родом, насколько я знаю, тоже из Аймеконского луса. Несколько борцов он выиграл и выступает в сборной командири республики Саха-Якутия. Это уже представляет, если не ошибаюсь, Чарапчинскую спортивную школу. Он достаточно такой борец, скажем так, готовый, да, достаточно. Поставленный хорошей борьбой, в принципе, да? Да, да, он готов. Вообще Акутийский... Вот, красиво сейчас на два балла провернул. По-моему, там... Ну, это его оценка, его действия. Вообще Акутийский ребята на этих соревнованиях, они хорошо готовы. Тренеры хорошо поработали. Да, я согласен. В плане физической подготовки, мне кажется, да, они действительно хорошо поработали. Немного не хватило где-то опыта, да, где-то это. Ну, именно вот такие соревнования должны помочь им обвести этот самый опыт, да? Конечно. Я думаю, что вот Артем Слепцов, который вот очень обидно проиграл, конечно. На которого мы очень надеялись. Ну, вот, наверное, вторым номером именно мы должны следить за Юлианом Григорьевым. Очень хорошую схватку. Он пока показывает. И 6-0 пока ведет. Еще один переворот. 8-0. И за ковер высел. Это за ковер не оценивается. Не оценивается. Нет, дали, дали 2 балла. Да, 10-0, да? 10-0. Но это хорошо, потому что на центральном ковре сейчас выйдет Владимир Баяновский. За которым с Маратом Фадзаевым. Это очень интересная будет схватка. Поздравляем Юлиана с выходом в 1-4 финала. В весовой категории за 61 килограмма. Этот борец действительно уже с такой зрелой борьбой. И на него действительно можно так надеяться, что сможет он до поздних стадий дойти. И побороться даже за медали. Ну да, я в начале схватки уже сказал, что он говорит в этой встрече. Григорьев. Да, Салтан Сергеевич от вас ничего не скроет. Еще раз скажу, да. Мы перейдем на центральный ковер. На котором вот наш лидер весовой категории до 70 килограммов Владимир Баяновский. И встретится с Маратом Фадзаевым, который представляет Московскую область. Вот они уже на ковре. Ну, Фадзаев опытный борец. Я его помню. 42 килограмм. Совсем маленький, да? Да. Он и был победителем первенства России по младшим юношам. Это, я думаю, фаворит. В этом весит тоже Фадзаев. Посмотрим, как встреча сложится. Родные с тенью борщики должны помочь. Да, мы все ближе к решающим поединкам. Сегодня мы узнаем имена финалистов с четырех весовых категориях. Вне олимпийских весах. 61, 70, 79 и 92 килограмма. Ну и вечерняя программа. На программе нас ждут финалы. Напомню, что Лев Павлов и Данил Махначевский у нас из сборной команды Республики Саха-Якутия будут бороться за медали. Лев Павлов в главном финале. Ну, а Данил Махначевский в борьбе за бронзу. Ну, Павлов уже обеспечился бы медаль. Ну да. Качество. За третье место там борьба будет. Фадзаев такой недугный борец. Он тоже вяжет, вязкий. Тут же рост, да. Да. Рычаги, скажем, длинные очень, руки-ноги. Он родной переменник, Арсена Фадзаева, двукратно олимпийского чемпиона. Громкая фамилия, да? Да. На суде иногда давить это тоже. Да, и, кстати, один балл зарабатывает, и там 30 секунд еще загорелись. Да, еще один балл он в запасе. Да, Владимир Баяновский может забрать сейчас. Это по новым правилам, пошлите мне балл атакующим он дается еще. Ну, мне кажется, это правильно, да. Конечно. Ну, логически правильно, да. Обычно раньше 30 секунд все выжидали, когда кончится, что балл заработает. А есть сейчас возможность еще дополнительно димбал заработать, который уже он имеет в активе. Уже. Бояновский ведет 2-0. Нам табло не показывает, а что должен додужить. И еще 2 балла все-таки забирает Фадзаев. 2-2. И показывает, что право. Прямо что-то с коленем. Ну, не должен останавливать. Ну, только начали бороться в ГРС. Ну, 30 секунд еще до окончания первого периода. Замораживает. Действительно, наверное, травма в атаку. Ну, что, первый период это все. Я думаю, не успеет он так быстро. Пустой, да. Да, я согласен, наверное. Повреждение получил действительно Марат Фадзаев. Замораживает. И продолжится встреча в любом случае. В принципе, атака его была. Там никакой против состава ничего не было. Просто на самом деле у него, видимо, старая трава. Там была она. Мы сегодня на совещании тоже акцент делали, чтобы без крови время не тянули. Арбитры должны строго это смотреть. Владимир Байновский в турнире Романа Михайловича Дмитриева вышел в финал и стал победителем. Ну, его соперник, правда, снялся из-за травмы. И, в общем, он стал победителем. Ну, чтобы выиграть. Да. Не хватило времени. Да, времени. Неплохая попытка была от Владимира. Все еще впереди. Три минуты захватывающей схватки нас ожидает, я уверен. Владимир должен дать бой фавориту. Выглядел он не хуже, по крайней мере. В первом периоде, да? Да. Равная борьба. Но преимущество пока у борца красного прикола Фадзаева. Двубальное действие. На ковре опытный судья Александр Сучковский. Красноярска. Это не родственник? Да, отец Сучкова. А, отец Антона, да? И Никита. Вот какой хороший. Отличные сейчас действия сделали. Действия, да. И даже здесь может поработать Владимир. Надо, надо, надо. Накат, надо. Это борьба за выход в одну четвертую финала, напомним, да? Да, в одну четвертую, да. Одну восьмая сейчас идет. Вот тоже на арбитра обратите внимание, вот как Султан Сергеевич познакомил нас, да, представил. Это отец двух известных борцов, неоднократного призера чемпионатов России, Никита Сучкова. Антона Сучкова. Который вышел в финал нашего первенства молодого еще совсем борца Антона Сучкова. Борцовская семья из Красноярска. 4-2 ведем пока Владимир. И две минуты остается. Ну, нельзя уходить, мне кажется, тоже. Да, надо, надо атаку еще надо. Тем более, что получается же, да? Конечно. Ходзайев дает бороться. Но он опытный, Ходзайев, так нельзя бороться. Надо атаковать, атаковать. Да, и за любой ошибку он может наказать, да, Ходзайев. И трибуны, конечно, здесь взрываются сейчас. Очень эмоционально болеют за Владимира. Ну, честно сказать, не так много борцов у нас осталось. Да, отлично. Отлично. Продернул и вышел за спину. 6-2 счет. И минута остается до окончания складки. Вот он, Сучков, как? Александр. Александр. Чувствуется, Фодзайев все-таки устал. Да. Может быть травма, да, действительно? Да, может быть травма, может быть вес гонял много. Часовой поезд тоже сказывается. Так что нельзя останавливаться. Надо, надо. О, молодец. Нагружать надо, да. Правильно тактику поставили тренеры. Помогало не ввязываться вот в его борьбу, Фодзайеву. Да, последние секунды, 30 секунд надо стоять. Только они ввязываются в захват. Ну да, Фодзайев не очень свежий, да? Да. В концовке подустал действительно. И даже на атаку сил не хватает. Только четыре балла могут его спасти. Но вышел за ковер. Один балл Фодзайеву. 36 счет. Владимир Байновский выигрывает схватку. Выходит в одну четвертую финала. А знаете, Фодзайеву считали фаворитом в этом весе. Один из фаворитов. Хорошую схватку провел. Наш борец. И Застужник победил. Неплохим разрывом все эти. Ну и, в общем-то, все атаки провел именно Владимир. Да, да. И отдал вот который балл. Два, который, да, тоже с его атаки забрал Фодзайев. Вот, смотрим повтор. Вот. Здорово. Да. Ну, мы, наверное, посмотрим еще, да, схватки в этом весе. 70 килограммов. Одна восьмая. Еще одна схватка, а потом уже начнется одна четвертая финала. То же самое касается и других весовых категорий. 61, да, наверное, самое большое количество участников в этом весе было, да? Ну, в этом весе вот Эльтимиров самый такой лидер. Да, Магомед Эмиль Эльтимиров из Чечни, его соперник из Москвы Каримулла Муртузов. Эльтимиров он первенство Европы выиграл, первенство России. Опытный. Да. И вообще у него хорошая, красивая борьба, хорошая борьба у него. Вот он это сразу и показывает. Два балла. Он явный лидер в этом весе. По-моему, он, да, на стороне как раз нашего борца, да, видимо, в сетке весовой категории. Ну, они на всех коврах борются, я не могу сейчас сказать. Да. На всех трех коврах. Ну, посмотрим по ходу соревнований. 4-0 уже Эльтимиров ведет. Он последний, под 3-4 года, он лидером является Эльтимиров. В этом весе, да? Сколько? 4 показывает, да? Хороший, как... Край ковра, он хорошо чувствует. Хороший бросок. Ну, я думаю, сейчас через год. Все, окей. Так, поддержал борец. Ну, и арбитры сейчас разберутся. Эльтимиров. А в 1-4 финале в этом весе уже будут бороться Магомед Байтукая, тоже, по-моему, фаворит, да, в этом весе. Из Чечни тоже, Мурец и Красноярец Юра Арепетян. Из Бурятии Бабасан-Подкаменев и Маматай-Шенгиреев, Свердловская область. 1-4, ну, и наши, наш Володя выйдет. Ну, посмотрим, против кого. Ну, я думаю, через, ну, минимум 2 балла должны дать. Ну, 2-то точно, но... Нам не видно край, ну, да, действие ковра было. Ну, они оспаривают 4 балла, да? Да, 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 да. Мне кажется, в принципе, имеет смысл. Бросок-то есть... Нет, 4, 4. 4, да, опасное положение. Да. Иногда тренер выбрасывает просто от безвходности. Хотя нет, 2 балла. Вернули. Ну, 2 балла, я говорю, минимум 2 балла. Оценили, как неполноценный прием. Хотя у нас главный судья Чеченской республики, он справедливо оценив. Да. Кстати, он молодой, да? Да, молодой. Магомед Куракаев. Очень хороший судья, грамотный. И вообще, как человек, очень хороший. Что тоже немаловажно. Да. Судействие Абисабс. Это его первые такие крупные соревнования, где он в качестве главных судей. Тоже большой для него опыт будет, да? Да. Несомненно. Ну, сейчас делают консультацию. Мне кажется, полного выхода не было. Даже если миллиметр остается на ковре. От стопы, да? Нету стопа, там носок, нету выхода. Полный выход должен быть. Да. Вот ничего не дали. Вернули, да. Вот там, другая Викова, очень опытный у нас судья. И Налханников из Нальчика. Вон, на всех соревнованиях. Всегда лучшим судей признан. Это у нас на ковре молодой судья. Алял, Алял, фамилия Азабелла. Секутий. Арбитром. Только-только экзамен прошел. На повышение курса. 30 секунд до окончания схватки. Снова попытка броска от Альтемирова. Алял не даст 2 балла. Да. Здорово защищается. 20 секунд, хотя, да, у Муртузова есть хороший шанс. Ну, 1 балл отценили. 1-6 счет. Ну, хорошая схватка, на самом деле. Интересная. И, конечно, нам надо оценить, оценивать наши шансы тоже. Владимира Баяновского, да. Надеемся, что за медаль он будет бороться в этом весе. И на Юлиана Григорьева будем надеяться, конечно. Да, будем надеяться. Они есть у них шанс. Как заговоренный, я вот сегодня тоже никак не могу отойти от поражения Артема Слепцова, да. А потом он же тоже проигрывал Владимир Яковлев, вот, ну, вот, который из Москвы парень, да. Шуга Луев, в общем, да. Шуга, Шугаев, по-моему. Интересно. Даже главный тренер сборной, молодец, это, юниорский, он смотрит эту схватку. А, ну, конечно, да, Альтемиров в его команде, наверное, да, уже. И... И первый год, наверное. Муртузов тоже, видимо, сборной. Да, да. Просто я не могу это уточнить точно. Сразу проходит в ноги Альтемиров. Разослил его Муртузов, да. Дважды по одному баллу все-таки набрал. А, хотя нет, один балл. Да, 1-6 на табло, что ли. Ну, все, перехватил. Я думаю, сейчас два балла возьмет. Да, взял. И даже работает сейчас в партере. Да, в опасном положении Муртузов. Перевернулся. Альтемиров уже по-взрослому боролся, он такой парень уже опытный. А, Солтан Сергеевич, а от первого дня какие у вас впечатления остались? От первого дня соревнований? Ну, хорошие схватки были, хороший день у нас прошел. Это уже удачно, что у якутских борцов финалисты есть. Ну, и борьба хорошая была. Борьба олимпийские веселые категории. Боролись. Да, но финал будет очень серьезным у Львова Павлова, да, с Магомедовым. Вчера не было никаких таких и травм не было, во-первых, и во-вторых, никакие. Ну, схватки все прошли корректно. Судьи корректно оценивали нас. Кстати, очень качественное судейство. Жюри у нас справедливо все рассматривает. И зрителям удобно, и спортсменам удобно. На большом экране видят свои действия. Челлендж, да? Да, челлендж, да. Действительно, уровень соревнований очень высокий. Да, очень высокий. Потому что шикарные условия. Ну, и в одни ворота почти встреча пошла. В 10-1. Сейчас еще 2 балла, я думаю, сделает. Да, 12-1. И все. Эльтемиров проходит четверть финал. Магомед Эмиль Эльтемиров из Чечни. Да, видимо, он будет следующим соперником Владимира Байнастова. Байдновского будет шанс еще утешаться. Я думаю, Эльтемиров все равно в финал выйдет. Но посмотрим еще ничего. Ну да, конечно, борьба ковер покажет. Конечно, ковер покажет. Следующая схватка. Уже четверть финал. Магомед Байтукаев из Чечни. И Красноярец Юра Айропитяна. Я там говорила, сейчас пройдет схватка. Продолжение следует... 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 раньше они боролись за путевку перестань на пенсия мира на пенсии на пенсии европы среди с тем что сейчас вот этот вырос пока ними не могут бороться между национальных вот они сделали пизовой фонд и это очень правильно поширя должны ребят аэропетян без боя не сдастся видимо да такой парень активный у него борьба желание бороться но иногда его подводят арсенал технических действий но они хорошо готовы красноярские ребята тоже хорошо подготовились команда красноярска здорово байтукаев еще два балла красивый байтукаев по младшему нашим пилисты европу выигрывал по моему по кадетам выигрывал такой опыт международный да серьезно давно борется его помню 42 когда он боролся да после этой схватки я предлагаю перейти на ковер а там также будут решающие схватки весовой категории до 61 килограмма на центральный ковер мы вернемся когда владимир бояновский уже будет бороться мы здесь лидеров посмотрели да и гальтемирова посмотрели и байтукаева посмотрели отдали дань уважения но потом уже вернемся чуть попозже потому что ждем мы с нетерпением выхода юлиана григорьева его соперником будет карачаева черкес боец из борец из карачаева черкесской республики амаль джан дубаев это борьба за выход полуфинал будет засчитай борьбу за медали можно сказать да потому что полуфинал это уже означает что ты будешь как минимум бороться за бронзу да как минимум уверенно против не спеша он уже восемь баллов набрал ну действительно он у него такая зрелая борьба уже достаточно опыт и международный опыт на самом деле и физически очень сильный видимо мощный до парень чувствительного ну такой естественного опыта у него много и такой чувствительный по борцовски да такой чувствительный талант борцовски есть и бицепсы тоже неплохо неплохо оформлены у парня спокойно выигрывает абсолютно уверенно на секунд остается аэропейтян действительно маловато действительно как технического арсенала да ни одного действия не сделала попытку прохода до уверенно победа отличная схватка в исполнении байт у каева мы посмотрим повтора и вернемся на ковер арги и слайки не горит до 61 килограмма который нам тоже очень интересно там мы смотрели очень много схваток в этом месте поэтому интересно посмотреть вот айдамир шигалугов кстати альбом проломову или они уже встрет встретились мне кажется у айдамира запас такого везения может быть уже исчерпать жилясов и рассулов после этой схватки как раз шигалугова посмотрим просто там жилясов крым в красном трико и в синем трико дагестанец абдурахман рассулов вот он перед вами и ведет он уверенность еще там 51 за 33 секунды до окончания встречи у них 1 8 идет до это 1 8 последняя встреча в 1 8 финала в этом весе и уже начнутся схватки в 1 4 за выход в полуфинал очень решающие поединки айдамир шигалугов и лев проломов после этой схватки бороться так что мы очень близки полуфиналом салтан сергеевича к нам не отпускали нора вард александровна качестве тоже жюри до работает она сейчас судейском помогает а я руками ковра на коврице мою положение вошли ребята за меня на этом поработали да ну к опытного судьи конечно они хотят задействовать максимально то тоже понятно на самом деле да и конечно них работа своя ответственная тоже очень много борьбы без перерыва встают да да тем более наши братья мусульмане у них уроза сейчас идет это постует им тяжело судьи да кстати тут видели много судьи тоже подходят молитвы совершают мы идем на встречу не просится да здесь выигрывает борец из дагестана что них не удивительно на самом деле очень много борцов из дагестана которые которых в будущем мы наверное увидим на больших коврах и на олимпийских играх на молодежь растет вот он наш обидчик шигалугов айдомир из москвы его соперник тоже лев проломов с из ставрополя и он обе встречи выиграл досрочно очень мощный парень я думаю это будет интересная схватка в этом весе два разных тоже региона ставрополе и москва ну ставрополь мы знаем там много дагестанцев тоже да да очень много выступает из ставрополя поэтому уровень борьбы же он несомненно поднимается мы вот видим но не дагестанец это точно проломов да и вышел сейчас молодой совсем борец но мощный очень мощный думаю что лучше галугова действительно ну везение уже одного не хватит надо ему не скажу что ему повезло конечно он выиграл при счете 10-2 это конечно характер и мастерство конечно но тем не менее и доля везения тоже наверно есть да ну да без этого спорте в общем сложно если не везет то не везет наверно конкретно да таких примеров тоже очень много и же многократные чемпионы мира которые и даже медали олимпийских игр не видели пример говорят что олимпийские медали раздают другие боги да есть такое выражение тоже как мы переживали когда нет николай спиридонов проиграл вы наверняка тоже помните конечно я помню тем более что в первом поединке он выиграл борца из россии да тоже именитого мастера всякое бывает в спорте я и побед в том числе до олимпийская медаль это навечно и вот шигалуга уже кажется 30 секунд насчитали и первый балл у проломова лев проломов и имя такое лев и проломов тоже такая договорящая фамилия очень мощный богатырь из ставрополя вот смотрите замучил уже шигалуга ну равна борьба пока пока да согласен но последняя минута первого периода остается шигалугов умеет удивлять это точно да он на стриме он до конца борется но тоже из карачао черкесии так понимаю да ну да тренер по крайней мере оттуда я так понимаю на всех соревнованиях он бывает и на больших турнирах на чемпионатах видимо очень работоспособный тренер и на первенстве тоже самое удивительное вот на этом первенстве что тренеры особо их не сглазит вот корректно себя ведут бывает всякое да тоже конечно ну и вот для них вот это святое то челлендж но мне кажется им именно уровень работы судей тоже да очень высокий это свидетельствует и об этом тоже потому что когда тренера тоже понимают что вот такая хорошая целом до работы ведется то они тоже не будут что называется лишний раз выступать знаете вот это сильно повлияло вот на поведение тренера вообще вот когда через просматривать и потом главный судья объявляет за что дали два балла за что то проиграл челлендж кто выручили и всем ясно и зрителям ясно иногда покажут непонятно за что дали сюда ли а там уже конкретно говорят челлендж по играм глобал и сюда кстати этот тоже из такого профессионального спорта скажем так да в хоккее так делает вам да 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 анбрат уже ну кхл тут сейчас на бежать если не защитует гол примерно тогда тоже просматривает видео и объявляет за счет за что за что дать сама модно этот челлендж и футболы и хоккей бордбе и футболе тоже виде просмотров ну да ну это что самый челлендж на смотри пока счет 1-0 пользу проломово ну там 30 секунд было так равной борьба идет уже уже наказывает проломова что там на другом ковре такие эмоции кипят у нас на арене что думаешь может якутский борец окажется нет нас действительно любят борьбу и болеют за всех кто показывает хорошую борьбу да да нет по моему якутский борец да не не это из бурятии баба сан по камене бурят и братья но не только но он показал видимо хорошую борьбу может быть вернулся после когда проигрывал а кстати щеголугов сравнивает счет и выходит вперед в этой степени на вот действие он выигрывает проломов ничего не может сделать он ему завязал свою борьбу у нас и голова сожалению видимо параллельно будут выходить наши борцы посмотрим под каменев и сейчас будет гаджиев лобазанов шигалуга смотри атакует и два балла забирает вот для нас это лучше конечно чтобы шигалуга вышел финал с характером парень очень до серьезным характером борцовским парень и снова в концовке смотрите как он до борьба раскрывается или 5-1 попытка прохода еще раз поднимется взял 5-1 вот это же схватка сделано это до такой борьбы уже сделано схватка один из героев надо сказать за волю в победе это точно если кому-то и давать такой такой приз это айдемир шигалуга вот так он выигрывает все идет в борьбу на концовка это его конек видимо до концовка встреч видно что хорошо готов это же и от мышления тоже зависит до большого конечно очень хорошо и распределяет видимо силами характер тоже хороший борцовский есть посмотрел на табло и отсиживается уже там все очень мне понравится парень айдемир шигалуга из-за него болеют и наши тоже болельщики потому что желаемому ему выхода финал скажем так видно молодой парень как болеют за него вот повтор этой схватки как быстро добро бросился в ноги ну пока мы останемся да на этом ковре посмотрим как у нас пройдут поединки может сейчас очень быстро завершится один поединок всякое бывает ну и там же по ходу действия будем решать максим шаргуев из иркутска ваш и дагестанец эльдар ахмад дудинов на ковре тоже за выход в полуфинал шаргуев тоже схватку характер проявил 10 2 проигрывал 11 10 выиграл встречу кстати нет после челленджа даже еще один балл еще один балл до 10 мы эту схватку тоже посмотрели в прямом эфире я за я болел как раз через пошел я смотрит телевизия балл я как-то уже ничего не решала все там было понятно молодой парень ему 18 лет совсем молодой у нас вообще молодая команда 18-18 лет ребята хорошую школу хороший опыт конечно для лучше здесь стало впечатление хорошее да я не думаю что рахманов ахмадугиных модельного пройдет но самое главное что в борьбе проиграть если проверяешь испугаться отмороться до конца проход в ноги ахмадугинов защищается тоже одна четвертая идем на за выход в полуфинал схватка за выход в полуфинал схватка за два балла ахмадугинов еще нет не дотянул 2-0 ну что геновая для него это хорошо уже четверти нарушил это уже хорошо здесь нормально все 6-0 8-0 Для нас это в наших интересах Потому что мы посмотрим сейчас Схватки Юлиана Григорьева Извините Уже заговариваюсь Юлиана Григорьева и Амалия Джандубаева Наша главная надежда Осталась в этой весовой категории Это Юлиан Григорьев Очень надеемся, что он сможет выйти в полуфинал А потом уже Ну вроде недавно боролся Так быстро борьба идет Ну борцу дается 15 минут Между схватками Очень сложный на самом деле вид спорта Конечно, да, борьба В день сколько можно провести схваток По 6 минут Это, да Минимум 4-5 схваток Еще и взвешивание с утра Да, да Восстановиться Потом столько схваток провести На самом деле это такой тяжкий труд Юлиан Григорьев Ну, Салтан Сергеевич очень хорошо его знаете тоже, да? Да, конечно Ямаль Джандубаев из Карачаева-Черкесской республики Я вот тоже говорю Очень много борцов из Карачаева-Черкесской Тоже работа серьезная ведется там Это сразу видно Ну, да Кабарно-Балкарская республика Карачаева-Черкесия Они почти все Да, они Многим В основном В основном вместе с собой Хорошо дружат Тренируются Вместе, да? Ну, соревнования постоянно проводят, да? И оттуда, конечно, рост серьезный идет Ну, Григорьев должен прийти В общем Будем надеяться Ну, хорошую он подготовку показал Ну, его, наверное, можно назвать Вот вторым номером в нашей команде В этой весовой категории После Артема Слепцова Так что Надо ему майку лидера сейчас На себя надевать Перенимать этот марафон борцовский И защищать часть команды достойно Как лидер Арбитр этой встречи у нас Лучший судья Арбитром был признан В прошлом году чемпионат России В Туе Андрей Жаринов из Москвы На эту схватку поставили Самого лучшего судья Молодой, да? Да, молодой арбитр Проход в ноги от Юлиана Григорьева Да, надо брать Защищается пока Джан Дубаев Вставать надо Юлиану И бросок Ну, или посадить, да? Попробовать В такой ситуации Надо выигрывать Ну, нет Все-таки Защищается Ну, это же загружает Тон Дубаев И свисток, видимо, будет сейчас Да, свисток Да, вовремя свисток дал Соперник непростой Вкусное замечание Нет, уже 30 секунд А, уже зажгли Две минуты уже прошло Схватки Зажгли Проход в ноги Попытка Ищущается Юлиан Я что-то уже переживаю за него Да Опа Хороший бросок 2 балла И еще один за 30 секунд Плюс Получится Уже за ковром Когда корпус выходит за ковр Уже не оценивается 3-0 3-0 Ничего страшного Не надо свистеть Арбитр свое дело Правила есть, правила Ну, переживает, конечно Потому что вот Понятно, что стадия такая Уже ответственная Ну да В полуфинал Юлиан А, кстати, на центральном ковре Тоже, да, по-моему Владимир Гусов, Баяновский Или нет еще Да, с Эльтемировым С лидером Но, может быть, мы будем Краем глаза следить Первый период у нас завершается Сейчас там 3-0 А у нас Вот В углу Показывает Схватку Между Эльтемировым И Баяновским Что очень удобно Для нас Хороший проход в ноги От Владимира Баяновского Вот В углу Мы видим картинку Это, напомним, лидер сборной команды России Лидер Здорово, здорово, здорово Надо работать Четыре балла Четыре балла Это четыре балла Это четыре балла И это молодец Сначала хорошее Да Параллельно у нас две схватки идут За выход в полуфинал Оба борца из республики Саха-Якутия Ильян Григорьев И Владимир Баяновский Владимиру надо Свою борьбу показывать Не подстраиваться Под соперника Да Но Ильян Работает Он Парень такой работящий Я вот скажу Да Ничего не было Опасно, да Опасно было, конечно Но за спину надо выходить сейчас Не застаиваться Не проседать, да Надо Работает очень, кстати Джан Дубаев Здорово Тоже и в партере Он не прост Свисток, наверное, сейчас будет Да, свисток 3-0 по-прежнему Там Этой схватке Салтан Сергеевич волнуется Переживаю, да Даже Больше, чем я, по-моему До двух коврах И туда, и туда Надо смотреть Вот не тяжело 4-0 На ковре Б Ведет Владимир Бариновский И 30 секунд До окончания Первого периода А здесь Вот 3-0 пока ведем И Минута 40 Наконец-то эмоции Подарили нам Борцы А то Я уже весь потух Юлиан Еще времени много Минута 20 Это много Это много И на центральном Ковре Тоже Но первый период Завершается С счетом 4-0 В высовой категории До 70 килограммов Юлиан Григорьев Последние Минуты Сейчас Разменяет Нет Да Могут Один балл Один балл Да Могут Очень мощный парень Жан Дубая Кстати Дали один балл Ну нет А боковой арбитр Не поддержал Ну Убрали Да Не поддержали И руководитель Тоже не дал Да Подустал Юлиан И Джан Дубаев Начинает Очень здорово Работать За 40 секунд До окончания Схватки 2 балла Забрал 3-2 Пока еще В пользу Григорьева Искрестный захват Сейчас пытается Взять Джан Дубаев Нет Защищается Григорьев 22 секунды Вот это Да Валидольный Поединок Сейчас Проходит 22 секунды Подустал Юлиан Надо держаться Надо самому Может быть Броситься в ноги Смотрит на Табло Что всегда Очень опасно Когда рассчитываешь На время Сейчас блокирует Уже Бессмысленно В ноги проходить Надо 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 Сейчас Держать ногу Все Время Вот это Выход Вышел Полуфинал Юлиан Григорьев Ну а мы ждем Схватку Смотрим Схватку Между Владимиром Баяновским И Эльтемировым Лидером сборной команды Да 2 балла Отыграл За 1 минуту Эльтемиров И еще 2 минуты Бороться На центральном ковре Весовой категории До 70 килограммов Тем временем Юлиан Григорьев Отдал все силы И 3-2 Выходит Полуфинал Это была Хорошая схватка Поблагодарим Юлиана И все внимание Мы Уделяем Уже Центральному ковру Ковру Б Ну О чем мы говорили Опять же Да Надо свою борьбу Показывать Володе Владимир Работай Да Он накрывает Накрывает соперника Это 4 Да 2 балла Или 2 балла Могу 2 балла Ценит Но посмотрим Как они Ну опасное было положение Конечно Но Сколько там И что дали 2 балла Да 2 балла 6-2 Счет И Эльтемиров Не согласен 4 6-4 И минута 15 Владимир Сил Должны Добавить Болельщики Ну Посвежее Выглядит Так что Он должен Должно Стоять О Не знаю Примеров Конечно Нет Смотрите Да Сразу же Проходит В ноги Выворачивается Немыслимый Носок Носок Нельзя держать Носок Нельзя держать Да И защищается Сейчас Больше Конечно Владимир Бояновский Может быть Встать Да Встать Надо И Провернуть Соперника Попробовать Сейчас Выдернуть Пока Нет Еще Оцененных Баллов 6-4 Все Судьи Встали Все Смотрят За этой Схваткой Весь Зал Стоит Тоже На ногах Арбитр Гарамат Отличался Всток 40 секунд 40 секунд Надо держаться Даже при счете 6-6 Отлично Вот это да 2 балла 8-4 Это трибуны Дают силы Мне кажется Да Именно так И время идет 22 секунды Будет Небольшая ситуация Я не могу сказать Да Эльцемиров Еще раз скажем Это лидер сборной команды России Представляет Чеченскую Республику Да Показывает Что нельзя Уклоняться От борьбы 15 секунд Да Будет рассчитывать На бросок Эльцемиров Владимир Байновский Не надо давать Захват Лучше выйти За ковер Лучше выйти И 1 балл Отдать 5 8-5 Все Последние 5 секунд 3 2 1 Все Володя Байновский В полуфинале Весовая категория До 70 килограммов И как радуются болельщики По-моему даже слезы Из глаз у кого-то Но мое присутствие Я думаю Помогло Помогло Да Мы вас отсюда Уже не отпустим Салтан Сергеевич С вами всегда Очень приятно Смотреть Борьбу Вот это да Вот это борьба Смотрим Яркие моменты Поединка Молодцы ребята Юлиан Григорьев И Владимир Байновский Вышли в полуфинальные поединки И совсем скоро Тоже выйдут На ковер Да Мы пока остаемся На центральном ковре Вот это да Столько эмоций Владимир Байновский Да Тоже Молодец Такую схватку Показал В борьбе с Лидером сборной команды России Победителем Первенской Европы России Представителем Чеченской Республики Магомед Эльтемиров Одним из фаворитов Наших соревнований Да По-моему Небольшая пауза Да Сейчас Магомед Байтукаев Из Чечни И Бабасан Подкаменев Будут бороться В этом весе Это уже полуфинал Ну и следующий полуфинал С участием нашего борца Уже будет На этом ковре На ковре А мы будем ждать Юлиана Григорьева Он наверное пораньше выйдет Он закончил борьбу пораньше Так что Надо будет нам быть внимательными И не упустить Небольшая часть Магомед Байтукаев проходит в ноги. Еще один спортсмен из Чечни. Его соперник Бабасан Подкаменев из Бурятии. Уже 4, по-моему, 0 счет. Это борьба за выход в финал в этой весовой категории. А Владимир Баяновский, насколько я понимаю, но с одним из дагестанских борцов будет бороться за выход в финал. Либо Газимагомед Гаджиев, либо Магомед Лобазанов. Ну, не знаю я исход этой встречи. Мы смотрели на ковер А, где брось в борце весовой категории до 61 килограмма. Кстати, Юлиан Григорьев совсем скоро должен выйти. Надо быть внимательным. Его соперником, по-моему, Эльдар Ахмадудинов, да, из Дагестана тоже будет. Ну, посмотрим. Ну, здесь Байтукаев очень уверенно справляется со своим соперником. 10-0. Байтукаев лидер. Тоже мы сказали, да, этого веса. Тоже из Чечни. Владимир Баяновский, видимо, дадут нем небольшой отдых. Так что мы перейдем на ковер А. Там 15 минут должны спортсмены отдохнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, мы на ковре А. Имран Хункеров перед вами. Его соперник Абдурахман Расулов. Ну и завершается, да, встреча. Это за выход в финал. И Расулов выигрывает с счетом 9-2. Это да, Абдурахман Расулов в Дагестан. Выходит в финал в этой весовой категории до 61. А, хотя это 1-4 финал, извините. Это выход в полуфинал. Выходит Абдурахман Расулов. Ну и первый полуфинал сейчас весовой категории до 61 килограмма. Абдурахман Расулов в Дагестан. На БГБА начинается футбол на 9-10. Везет в отзывы. Душечки лица на 2-2. Приглашает Айдамир Шевалутов в Маскопад. Айдамир Шегалуков перед вами. Готовится к выйти на ковер. Попец за выход в финал. Его соперник Ахмадуддинов. Эльдар из Дагестана. Да, мы на ковре А. Готовятся сейчас выйти борцы за выход в финал. Имран Хункеров. А нет, Айдамир Шегалугов и Эльдар Ахмадуддинов. Москва и Дагестан. Но мы будем болеть за Айдамира Шегалугова, потому что в случае его успеха наши борцы получат право выступить в утешительных схватках. Ну и 70 килограмм тоже ждем полуфинальные поединки. Интересные встречи сейчас пойдут. Я думаю, не менее чем в четвертьфиналы. Дают время, да, положенное, я так понимаю, на отдых. Я думаю, не менее чем в четвертьфиналы. Я думаю, что мы не можем. Я думаю, что мы можем. Я думаю, что мы можем. Да, еще раз скажем телезрителям, что если вы хотите смотреть все три ковра, то параллельно можете подключить сайт wrestlingtv.ru, это стриминговый сервис Федерации спортивной борьбы России, где доступны все три ковра. Такая техническая запись, но у нас на телеканале НВК САХА прямая трансляция, уже телевизионная. Айдамир Шигалугов, Эльдар Ахмад Удинов, Москва и Дагестан. За выход в финал весовой категории до 61 килограмма. Мы болеем за Шигалугова. Дух наших борцов выиграл Шигалугов, причем выиграл, проигрывая в счете. Проходит за спину Ахмад Удинов и два балла зарабатывает. И даже сейчас развивает успех. 4-0 ведет Ахмад Удинов. Очень резко начинает сладко париться из Дагестана. Ну а в следующем полуфинале в этом весе мы ждем нашего Юлиана Григорьева. Его соперником станет Абдурахман Расулов из Дагестана. Мы ему тоже должны дать положенное время на отдых. Только что он недавно ушел с ковра. Проходит в ноги снова Ахмад Удинов. И уже 6-0. К сожалению, все пока в одну калитку. В титрах уже надо 6-0 поправить, наверное. Всего час остается у нас до церемонии открытия. Если у вас есть возможность переехать, посмотреть на церемонию открытия, на финалы, поддержать наших борцов. Два наших борца будут бороться за медали. Первенство по итогам первого дня в одной весовой категории весовой 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 весы до 57 кг. В финале Лев Павлов и в хронзовом финале Данил Махначевский. Шигалугов не сдается, а парень тоже должен добавить и в концовке, как и полагается, если досрочно сейчас не уйдет, конечно. Да, близок к этому Ахмад Удинов в победе досрочной. 8-0 ведет Ахмад Удинов. Ну и скоро на центральном ковре полуфинал весовой категории до 70 кг. Попытка прохода от Шигалугова и завершается на этом наш поединок. Два наших борца пролетают мимо финалов. Ну, это не вина Шигалугова, конечно. Он-то будет бороться за бронзовую медаль завтра. Ну, а Ахмад Удинова мы увидим в финале этой весовой категории. Тоже завтра у нас соревнования начнутся в 11, а финал уже в 2 часа дня. Так что тоже приглашаем всех в ЦСП Триумф. Итак, у нас полуфиналы продолжаются. В весовой категории до 92 кг на ковреце идет схватка между Аюром Немаевым из Бурятии и борцом из Дагестана Мустафа Гаджи Малаш-Дибировым. Ведет уверенно спортсмен из Дагестана. Ну и ждем мы со счета 0-8, по-моему. Ну, а Аюр Немаев, конечно, получит возможность завоевать медаль в малом финале. Это все будет завтра. Четыре весовой категории полуфинала у нас сегодня совсем скоро. Ну, а, да, 8-0 ведет Малаш-Дибиров, Аюр Немаев, наш сосед из Бурятии, получит возможность побороться за бронзовую награду. Ну, пока еще тоже схватка не завершилась, не будем забегать вперед, но к этому все идет. Ну, а у нас два борца из сборной Якутии в полуфиналах, в двух весах, до 61 и до 70 килограммов. Юлиан Григорьев выйдет против Абдурахмана Расулова из Багистана. Ну, а Владимир Баяновский будет бороться с Газимагомедом Гаджиевым. Ну, и Малаш-Дибиров выигрывает схватку. Кстати, этот борец, они уже встречались здесь у нас месяц назад. Тоже Малаш-Дибиров выиграл тогда и стал чемпионом нашего турнира. И 10-0 сейчас очень уверенно выигрывает. Лидер сборной команды России в этой весовой категории до 92 килограммов из Дагестана. Мустафа Гаджи Малаш-Дибиров. Малыш-Дибиров. 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 Павел Павлович Пенегин пришел посмотреть полуфиналы с Михаилом Дмитриевичем Пахомовым, главным организатором турнира, директором Центра спортивной подготовки сборных команд Республики. Ответственный человек за спорт высших достижений. Очень ответственные нас ждут поединки и не лишним будет помощь. Не лишним будет помощь Солтан Сергеевич Азасеева, который... Я дал доставление. Да. Вот выходит Расулов, Абдурахман Расулов, Дагестан, Синем, Трико и наш Юлиан Григорьев. Да, нам надо финал. Да. Согласен. Юлиан Григорьев, Абдурахман Расулов, свисток. Сейчас уже арбитры готовы. Ну, смотрит, да. Все. Юлиан, конечно, подустал в концовке. Да, такие встречи вытащил. У Расула более легкие схватки были. Неожиданно, очень уверенно он со своим братом дагестанцем расправился с Симраном Пункером в четвертьфинале. И вот полуфинал у нас. Как все здесь пройдет, конечно, загадывать не возьмемся. Проход в ноги. Юлиан. Хорошо. Надо атаку развивать. Доводить до логического завершения. Ну, уходит, уходит Расулов. Нет, он Расулов, Абдурахман. Нет, 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 Юлиан. Он взял. Взял Юлиан Бабала. Ну, как мне сказали, он и Сунтар, да, и Николай Романович Данилов тоже на любом углу. Очень много болельщиков приехали. Я вот вчера накануне рассказывал вам, да, что за тысячи километров. Их показывали. Да, чуть ли там не 60 человек приехали поболеть за своих ребят, за своих земляков, за всю команду, конечно. И не покидает вообще трибоны, очень терпеливые и преданные болельщики. Еще бросок в ноги. Представляет, это пятая встреча в Улеве. Вот это да. И все такие встречи тяжелые. И сколько без гоняй, да. Пятая встреча. Ну, тут, по-моему, здесь в этой завязке зачем ввязываться было. Он пока, по крайней мере, перевозка не на песке. Да, цвисток он должен дать, цвисток. Да, сейчас, да, поднимает. Это грамотный судья. Феликс ФБ из Краснодара. Судья между ними, как и говорим. У нас полуфинал лучше судей судят. Наши друзья. Ну, Григорьеву только в атаке надо. Да, согласен. Хватило бы сил только, да. Возможности у него есть. О чем мы говорили, у него борьба-то достаточно зрелая. Не очень, ну, не хочу сговорить. Я не буду говорить. Посмотрим, молчат за этой схваткой. Потому что вся республика, я уверен, тоже сейчас следит за этой схваткой. И все болеют, конечно. 23 секунды до окончания первого периода только. 15 секунд. Проход в ноги Расулов. Стоять, он надо стоять. 7 секунд осталось. Да, 7 секунд. Пока еще нет оцененных баллов. Да, 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 стоять, стоять, время, время. Не успел. Стоял. Ах ты, но еще три минуты бороться. Ему надо в завязке бороться, потому что на расстоянии это лучше себя чувствовать. Григорьеву надо на расстоянии. То есть завязке, да? В завязке, да. Клинча, да? Тоже не проходит в завязке. Первая атака отличная получилась. Дважды удалось пройти на самом деле. Многие, да. И в принципе это то, что работает. Можно развивать. Защищается хорошо. Вот здесь, в этом положении. Григорьев зашитный вариант. Но это нехорошо. Да, и проход в ноги от Расулова. Бабала. Да. Расулов за завязки не борется. Но на расстоянии он всегда хорошо чувствует. По последним действиям Григорьев проигрывает. Да, Юлиану надо сейчас работать. Работать самому. Навязывать свою борьбу надо здесь. Конечно. Это полуфинал. Нет, нет. Здесь очень, конечно, опасно было все. Но сумел защититься. С опасного положения. Две минуты еще бороться. Времени достаточно. Да, напряженная встреча. Да, Салтан Сергеевич, вы прям дергаетесь. Я тоже вижу. Волнуетесь. Неподготовленная атака. Но здесь проход в ноги, но из которого очень сложно будет взять баллы. Пытается за ковер вытолкнуть соперника. Да, да, да. Да, выталкивает за ковер. Тут ничего не дали. Ничего не дали. Ну, бывает, что, да, на самом деле. Да. Ты правила такие. И что сделаешь? Ну, а тем временем Владимир Байновский у нас тоже вышел на центральный ковер. Его соперник тоже Грозный Газимагомед Гаджиев из Дагестана тоже. 50 секунд, Юлиан. Одну атаку, всего одну атаку надо хорошую. Подготовиться надо, подготовить хорошую атаку, провести. Проход в ноги желательно. Ну, подустал, да, видно, что не очень свежий. Да, проход в ноги. Здесь уже балл, балл, это балл, это точно балл. Это балл. Это балл. Почему не дают? 30 секунд остается до окончания встречи. Но здесь рабочий был балл. Да, это балл. Это не просто вытолкнул. Надо челлендж 102-2, 103-2 и разницы нету. А почему не бросать челлендж? 10 секунд задают в начале. Конечно, такие моменты надо бросать челлендж. Но силы еще есть, если дважды удалось вытолкнуть за ковер. Давай, 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 Юлиан. Завязка хорошая, 10 секунд остается. Нет, нет. Но почему не будет челленджа? 9 секунд остается. Давай. Последние секунды. 5 секунд. Давай, давай. Вот, вышел за ковер. Нет, еще не вышел. Я вам скажу, это ошибка тренера. Что 2-2 он проигрывает по последней действии. Что 3-2, разницы нету. Да, да. Надо было челлендж использовать. Да, да. Тем более, что 10 секунд остается. Уже поздно. Уже поздно этот челлендж. Дается 10 секунд, когда челлендж туда выбрасывает. Ну, что за такое-то? Когда надо? По идее, они не имеют права рассматривать. Больше 10 секунд прошло. Посмотрим, что они сейчас, какое решение они примут. Нет, это последнее действие здесь не было оценено. Нет, нет, перед этим, которое действие было за ковер, атака была. Да, и там он же не просто вот так вот вытолкнул, а там уже ушел. Пытался уйти от этого выхода Расулов, и его все-таки за ковер ушел. Это ошибка тренеров. Нельзя так, надо, в такие моменты надо чувствовать. Да, мы смотрим, давайте, за схваткой Владимира Баяновского. Там тоже полуфинал, за выход в финал. Вот он, выказ сверху еще. Конечно, это чистый балл на самом деле. Это чистый балл. А почему челлендж тогда нет? Да, тем временем Баяновский один балл забрал и ведет 1-0 по активности, я так понимаю. В центре ковра все началось. Да. И смотрите, это чистый балл. Да, 100% балл. Ну, давайте мы на центральный ковер перейдем, уделим внимание. Здесь уже судьи решат, здесь борьбы не будет. Да, друг другу пожали руки, это правильно, спортсмены кайфы. Спортивное поведение, честная борьба и, ну... Ну, эту ситуацию завтра на совещании будут обсуждать. Да, конечно. Ну, у нас центральный ковер. Владимир Баяновский с Гаджиевым. Пока ведет Владимир. Смотрите, центральный ковер. Я туда смотрю, когда руки поднимут. Да, подняли руку. Ну, а что делать? Надо было челлендж бросать и все. Сейчас уже что кричать. Ну, Юлиану Григорию в любом случае аплодисмент. Молодец. И завтра он за бронзу будет бороться. Будем за него болеть. И хорошо он себя сегодня проявил. Без сомнений. Чуть-чуть. Хватило. На самом деле, этот балл, мне кажется, был чистый. Ну, может быть, я предвзят, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, можно было там один балл. Может, как-то дать. Если бы сразу выбросили через... Там бы сто процентов дали один балл. Посмотрите, снова дают предупреждение Гаджиеву. Баяновский первым номером все время работает. Две минуты остаются. Еще 30 секунд дают Гаджиеву. Ну, это преимущество, да. Газемагомед Гаджиев. Дагестан. И Владимир Баяновский. Республика Саха-Якутия. За выход в финал. А в финале уже ждет Магомед Байтукаев. Из Чечни. Тоже лидер сборной команды России. Опасно сейчас. Один балл. Проиграл. Да, но там... Да, все. Один-один, да? Все. Да. И... И челлендж не взял. И челлендж проиграли. Ну, в смысле, этот... Время. Да, время. Вернее, активики тайм. Да. Один-один счет и минута 20 бороться. Это заключительный полуфинальный поединок сегодня, да? Да. Вот две... Да, последний встречает ее целый полуфинал. Ну, и 18.00 церемония открытия. 19 финалы. 6-ти витровой категории. Володя работать надо. Да, работать. Да, еще минута есть. Так что можно, можно. Ну, свежий он, да? Видно, что очень такой. Хорошо подготовлен. В этом плане... Время есть 45 секунд еще бороться. Надо одно атакующее результативное действие провести. Давай, Володя. Подготовить надо только атаку. Не надо просто кидаться сейчас. Конечно, и Гаджиев тоже опытный. Смотрит, контролирует под встречи. Но он тоже подустал. Силы не беспредельны ни у кого, да? Да. Одну атаку. Одну атаку надо всего. Да, возможность есть сейчас. 10 секунд остается. Может вытолкнуть за ковер. Да, уклонение от борьбы. И сейчас надо добавлять военовскому. 8 секунд. Да, и сейчас... Да, надо, надо, надо. Сейчас пройти в ноги или... Да... Выпустили финал. Время мне не хватило. Ну, там пару секунд оставалось тоже. Да, Владимир Байновский тоже. Завтра будет бороться только... Да, бронзовая медаль. Некорректно себя ведет. Получается, красный трекой. Это мы сейчас давно сидят замечаемые. Да, Хуракайф Магомед. Он челлендж, по-моему, кнул, да? Да, такое могут даже дисквалифицировать, если... И зрителям он неправильный жест показал. Нельзя так. Молодые ребята, молодые бокси. Ну, конечно, горячий парень, но... Борьба есть борьба. Спорт есть спорт. Надо... Спокойно. А у нас уже трибуны практически переполнены. Скоро вообще будет походу. Вечером будет вообще... Он кидает уже с трибуны какие-то предметы на него. Не, нельзя себя так вести на коврю. Ну, и здесь-то тоже совсем чуть-чуть. Вон, как показывают. Наверное, нельзя так себя вести. Ну, там не был неприличный жест, но имеется в виду... Он провоцирует. Провоцирует, да. Что нельзя, конечно. Надо увозительно относиться... Конечно. ...к людям, которые пришли поболеть за ваш любимый вид спорта, за вольную борьбу. Да, Салтан Сергеевич, спасибо. Мы сейчас прерываемся до церемонии открытия. Ну, и надеюсь, что вы, да, с нами посмотрите финальные поединки, прокомментируете, поможете. Обязательно. Ну, и, дорогие телезрители, ждем вас в 18.00 через полчаса ровно на церемонии открытия. И финальные поединки в 19.00 у нас начнутся. Всем спасибо за внимание. До встречи.